Перейдем к новостям региона. Снег в Восточном Казахстане едва ли успел растаять, но спасатели уже фиксируют десятки случаев возгорания травы и мусора. Чаще всего пожары происходят на открытой местности вблизи дачных обществ. В Усть-Каменогорске ежегодно после зимы обнаруживается порядка 200 несанкционированных свалок, рассказал Аким областного центра Жахслу Кумар во время объезда по городу совместно с главой региона Ермеком Кошарбаевым. Объезд начался с данного кооператива в Новой Согре. Большое количество сухостоя, мусор, строительные отходы, где-то видны заброшенные дома, стихийные свалки и забитые арыки. Здесь созданы все условия для того, чтобы возник пожар, который будет крайне сложно потушить. Только с начала этого месяца спасатели ДЧС уже более 90 раз выезжали на тушение пожаров, возникших из-за возгорания сухой травы и мусора. Это садоводческое общество «Титан». Как вы видите, люди в некоторые места практически не скошено, например, мусор постоянно собирают. И это постоянно приводит к пожару. Таких мест у нас в Ускамане очень много. Надо с ними поработать и с вашей помощью. И они должны как-то привести порядок. В ДЧС отмечают важность разъяснительной работы среди населения. С их стороны продолжатся профилактические рейды. Между тем, назрелые вопросы необходимости ужесточения законодательства для борьбы с несанкционированными свалками. Горы мусора после зимы образуются и вдоль дорог. Это, например, участок в районе улицы Интернациональная. Каждый год после зимы в областном центре обнаруживается около 200 подобных незаконных свалок. Их ликвидацией занимаются сотрудники Таза-Оскемен. Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев поручил городскому Акиму оперативно решить проблему со свалками и подчеркнул важность воспитания экологической культуры с раннего возраста. У человека должно быть чувство того, что не ссори там, где живешь. Сначала он не ссорит у себя дома, не ссорит на своем рабочем месте. Постепенно ссорит в кабинете, в котором сидит и старается. И далее, на улице, во дворе. По информации ДЧС, с начала пожара опасного периода в области к административной ответственности привлекли уже четырех граждан за нарушение правил пожарной безопасности. В регионе для предотвращения пожаров созданы 40 мобильных групп численностью 239 человек, в число которых входят пожарные, местные исполнительные органы, полицейские и лесники. Мобильные группы провели уже 58 профилактических рейдов. Алексей Сафонов, Асхатур Дыбаев, Алтай-Каппарат.